доброе утро доброе утро вот все аккуратненько мы уже порезали жестковато немножко чуть-чуть она не дозрела это папаечка поэтому мы вот печенье которые еще саши в ленте покупал санкт-петербурге они просто сейчас на моста не хрустят как ему нравится на не хорошую я не знаю пойдем искать коров дарлинг tell me date tell me hello сегодня 25 августа доброе утро good morning намасте good morning всем саптике good morning morning сегодня все утро было занято монтажом видео из парижа где мы обзорную экскурсию на автобус зале у нас там были наушники и слушать было ужасно интересно конечно но я не успевала и слушайте говорить комментировать поэтому три четверти того что я там наснимала выкинула в общем очень долго у меня все это длится саши уже бедный я голодный пошли вот еще немножко хоть чтобы 25 минутное видео вышло ветер задувает конечно мы там на втором этаже сидели этого обзорного автобуса и в общем столько я никогда не выкидывала из того что я снимала и как-то так сложного стенка для меня это все равно недовольна тем что получилось ну ладно вот как смогла что выросла то выросла давайте да попросим мысленно корову которая нуждается в завтраке пойти нам навстречу да мы должны ее позвать бедную несчастную коровку ладно их не было в германии и франции и в россии тоже их не было в индии то она есть и ей идет хороший коровий завтрак он был бы даже и не коровий я бы тоже съела и чтобы она все-таки была более зрелая так я на пароваре можно на ухо патринах сколько время вот time 10 уже а у меня только чашка кофе вот как увлеклась как увлечешься чем-то я вот монтажом вот даже про ням-ням забываешь это мне не свойственно нет мне вообще это свойственно конечно любому человеку это свойственно когда то что ему интересно то что его увлекает нравится захватывает он может забывать о еде здрасте здрасте сегодня сэра ну когда не надо эти прямо коровьи группировки толпами ходят а как надо не дозовешься вот так вот человек прямо вот едет в автобусе и машет прямо увидел да вообще это это так повышает настроение хотя она у меня и так прекрасная но это так странно как удивительно люди такие открытые что еще поднялось настроение которое было на сто процентов хорошее стало на 200 так ну что ж мы ждем а попаять надо же коровку и опеченить добро причинить и пользу нанести он лошадка впереди скачет но у нее хозяин вон видите лошадка пошли да 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 наши тут надо забрать да 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 я говорю спрячем мой багаж он говорит не клади в багаж оно все протечет мы положим здесь на полу коровка придет они тут всегда приходят ну ему виднее хотя я хотела покормить у них такие красивые глаза такие бархатные губы он как мы пока здесь оставим когда вернемся заберем если что а если кто-то заберет значит это ему надо он говорит да я надеюсь что или коровки придут или человек у которого есть коровка омлет без яиц окей омлет омлет без яиц омлет без лука я могу сказать что без лука жареные яйца да давай ага дубль фрайт дубль фрайт дубль фрайт дубль фрайт дубль фрайт сингл дубль фрайт он будет урбаку да и минерал вода дубль фрайт дубль фрайт вот и шагу на для меня не надо косм по непонятно понятного да отлично let's celebrate this good morning good morning давай говорю праздновать яйца камин яйца камин да он сказал что 23 он мне сказал что завтра никаких яиц не вари и не проси потому что день рождения кришны полное вегетарианство а сегодня можно уже 24 был день рождения кришну дубль фрайт дубль фрайт так здесь из черты на вот я диньку они дадут все соль перчик сон они не положили соли они сказали что каждый солит как хочет кто-то вообще будет бессолевую диету соблюдает может быть да да давно мы просто просто вот яичницу не ели тейлори шахили бас шахили бас значит королевская одежда вич ленгвич дарлинг а айнот хир бежит ко мне спиной отвечает как я услышу то а вот папа я проверь нашу папаю папа я лежит не ловит не ловит не ловит не ловит не ловит и кава папая то нибудь возьмет кто нибудь говорит может и съесть захочет и говорит не знаешь я так понимаю сейчас вот этот парень нам good morning в этом кафе много иностранцев сидит приходит наверно он ищет знакомств с иностранцами айта айтарик женщина в черном потому мужчине в розовом на меня пальцем показывает типа смотри а чудище как твое а 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 в quarant є г в видео а вы в Мешки на голове. Это вместо чемоданов. В мешках они часто даже и путешествуют вот так, с мешками на голове. Отправила вот подругу или сестру, или маму, или дочку куда-то. Может на продажу, может на рынок что-то продавать, потому что корзинка была. Может цветочки. Разговаривают они. У нашего водителя шесть детей. Шесть. А вайф в Борхинге? Я говорю, что жена-то работает? Нет, говорит, как она может работать? У нее же шесть детей. Какой-нибудь Семеши надо передать. Сын? Болеет? Болеет? Болеет. Лада говорит, не порти ребенка деньгами. Но ребенок так опустил глаза, взял все-таки на свои маленькие ножки. Да, хороший марш. Красивый. Три дочки и три сына. Так, здесь у нас что за тусовка? Так много народу. Маркет, да? Обувь, обувь продают. Ну и вообще всякое разное. Двое веток везут. Один спереди, один у мамочки на руках. Ага. Он хочет. Молодец такой. Стой, говорит, не вылазь задом, сдам, чтобы прям вообще подъехать. Сто рублей, сто рублей. Сто рупий. Килограмм. Он хочет меня опять привезти в гости к кому-то. Он говорит, я там была, но я много где была, я толком не помню. Ну, это похоже на килограмм. Вот из пакетика, видите, разливают. Ну, даже не чай, а молочко похоже. Горячее молоко и сладкое. Чуть-чуть закрашенное цветом чая. Вот опять мрамор. Так, а женщины тут у храма сидят. Вся улочка работников, которые обрабатывают мраморные плиты, делают. Тяжелая, мне кажется, работа. Это крошка постоянно каменная. В легких. Я, кстати, сегодня выставила видео, где я карандашик покупала. Мне не понравился карандаш. Несколько раз он сломался. По-моему, я об этом говорила. Несколько раз сломался, уже почти весь переломался. Подсох. Карандаш покупала в Германии, который. И сейчас я постараюсь поищу в Индии. Тот, который мне служил долго, он на... на натуральном, на всем. Очень мне нравился. Куплю. Если найду. Ну, вернее, я обязательно найду. Но, наверное, не в Джайпуре. Вот сейчас вот на этой тележке, мне кажется, верблюдик. Вот по ножкам я смотрю. Нет, лошадка. А из-под кареты, из-под кареты казалось, что это верблюд. Посмотрите, серебряная, серебряная свадебная карета. Здорово, правда? Ручкой машет. Вот этот Пайк остановился. Парень тапок потерял. Да? Нет, кошелек. Кошелек потерял. Хорошо вовремя увидел. Остановился, поднял. А может и не свой. Смотрите, машинка вроде новая, но посмотрите, как она со всех сторон обшарпанная. И тут, в принципе, такая не каждая вторая, а каждая практически первая. Кто-то притирается. Это тут не считается особой болью и проблемой. Вон такая же. В общем, у каждой обязательно на боку есть такие знаки. Вон, видите, тоже продавцы мрамора с той стороны, как их много. Мраморные глыбы готовые к обработке. Обработанные уже пласты. Вот, видите, эта машина тоже пропорота по боку. И эта. Эта дорога ведет в Дели. Не поместился? Или просто ему так весело? Прям на крыше разборка этих автомобилей. Там какие-то кто разбирает крылья, кто бампера. Вот, видите, тут это разбор. Не знаю, как это называется. Где покупают запчасти. Типа автомобильный маркет такой. Здесь немножко городская стена порушилась. Здесь столько козочек. Козочек так много. Вон, смотрите, наверное, рынок. Потому что просто сотни коз. И разные хозяева, как я поняла. Мы как будто бы уже приехали. Кажется, мы заблудились. Или нет? Сейчас Саши спросят. Минуточку. Все нормально, да? Мы, говорит, дойдем. Смотрите, вот это они играют, как боксеры. Все убежали. Человек десять было, играли, как боксеры. Шай, шай. Да чего вы? Так здорово. Люди играют не в компьютерах, а вот вся большая семья. Курочки. Мешок выставила, да и бедные чикины. Последний день. А тут козочки. Ой, какая красивая коза, пятнистая. А здесь мальчики, вот видите, привязали камушек к веревочке и тоже играют. А там мальчишки на крыше запускают воздушного змея. В нашем детстве свободное время мы тоже проводили на улице в общих играх. Намасте. Что-то женщины тут ругаются вовсю со страшной силой. Я вспомнила, в какую семью мы пришли. Несколько лет назад я делала видео из этой семьи. И здесь вот сидела 104-летняя бабушка. Красивая, прямая. Я постараюсь даже вставить видео с ней. Вот в это видео найду, если. Здесь они готовят. Это большая-большая мусульманская семья. Вот. Участ. Бабушка что-то спрашивает. Намасте. 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 Какая красивая бабушка. И у нее даже серьги есть. И вон, и, 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 и аринг шихэс. Very beautiful. Даже сережки у нее есть. Прекрасно. Ой, ой, очень красиво. Very beautiful. Да. Сзади на цепочечке. Угу. Ну, вот я не понимаю языка. I don't understand. Sorry. Sorry. Ну, хоть познакомиться с такой красивой бабушкой. Бабушка идет. Как она хорошо ходит. Молодец. Ровная. Красивая. Where is grandmama? Where is grandmama? Where is grandmama? Where is grandmama? She's sick. Ah. How old is she now? Сколько ей сейчас лет? Сколько ей сейчас лет? Говорит, может... Она болеет. Я думала, она умерла. Ей было 104 года. Она болеет. Всего лишь. Намасте. Намасте, бабушка. Ты моя красавица. Ей ведь сейчас, наверное, уже 106 лет. Ой. Я не понимаю тебя. Какая красивая. 106 лет. Я думаю. Это меня. Я пришла навестить просто тебя. Хватает меня за ручку. Ей скучно, наверное. Посидеть хочется с кем-то, пообщаться. Жива. Какая красивая. 110. 110. Салам алейкум. Салам алейкум. Все хорошо, говорит? Ой, баба. Господи. Это... Ты моя сладкая. Она хочет, чтобы я посидела здесь. Халярия. Суп? Нет. А, понятно. Ага. Не слышит. Да, это удивительно. Удивительно. Вы знаете, какая она красивая. Как она ходила вот еще несколько лет назад. Прямая-прямая, как балерина. Ты моя золотая. Я прямо сейчас расплачусь. Это... Это хасбанд. 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 Скучно ей. Общаться ей хочется. Я только встаю, она хватает меня. Ой. Так трогательно. Мы уже снимали в этой семье, поэтому мы знаем, что здесь снимать можно. Но они нам разрешали в прошлый раз. Аджа, аджа. Намасте. Салам алейкум. Такой хорошенький сервантик. Или что это? Старинный. Кроватка старинная. Аян зовут. Одиннадцать лет. Сегодня... Сегодня... Сегодня холидейм скул. Сандэй, воскресенье, да? Он учится. Учится. Большая семья. Вот там вот весь этот двухэтажный или даже трехэтажный дом занимает. 110 лет. Бабушке, 110 лет. Ну... Удивительно. Какое крепкое тело. So strong body, darling. Всю жизнь в труде. Да, она счастлива. У нее большая... Большая семья. Они заботятся. Если ты, говорит, одинок в своих апартаментах. И причем даже она одета, наряжена. Вот в красивый пенджаби дресс. И там хороший запах. Не то, что там она под себя ходит. Никто за ней не убирает. Видимо, ее и в туалет водят. Или она сама ходит. Просто она слабовата и лежит сейчас. Отец этих девушек, он умер несколько лет назад. Он был очень популярный. Здесь большая семья. К нему так много людей приходило. Нам, конечно... Все люди, кто... Тут ювелиры, кто делает камни. Намасте. Вот. Они сюда к нему приходили. И он был в Кутапарте. Нам, конечно, обязательно скажут, что Саши сел с ногами на кровать. У них здесь так принято. Они всех гостей сажают с ногами на кровать. Сами садятся. У них тут по 20 человек собирается на кровать. И это, в принципе, ковер. У них здесь нет такого, чтобы кресло. Вот кровать – это все. Это жизнь. Все вышли на меня посмотреть. Все вышли посмотреть. Я, пожалуй, под этим видео сделаю ссылку на то видео, которое я раньше снимала. Внизу смотрите ссылочку. Много детей. Как много детей. А там вот раньше женщина шила. Тейлор, да? Да, машин? Я знаю. Она шьет сейчас. А, кукинг. Это тоже китчен? Это китчен? Ага, здесь кухня. А, и кухня здесь, и машинка швейная здесь была. Покажи. Шоу-ми, Йорк. Йорк. Хороший, прозрачный. А вот этот, Дарк. Шоу-ми, Дарк. Покажи темный. На, take light. Give me dark. Я, правда, круглый люблю. Красивый. Да, красивый. Этот красивый. Держи. Мы решили найти в гугле самый старый человек в Индии. Дарлинг, дейтел ми, дейтел ми, дейтел ми, дейтел ми, дейтел ми, дейтел ми, You try to find. Да? Ты веришь? Ты веришь, 180? Пособьешь? 180 не могу. 180 лет. Когда говорят, ты веришь, что можно прожить? Дейтел ми, дейтел ми, он живет в Варанасе, в Махараштра. Он родился в 1835 году. Невероятно. Вот опять пишут. вот он видимо да вот вот наверное этот товарищ ох ты боже что мой он видится он пишет смерть забыла обо мне вот your google right ну скорее всего скорее всего могли и ошибиться вот пишут вот пишут например житель маленькой деревни в индии 118 летний прим сай потель может оказаться самым старым человеком в мире если его возраст будет подтвержден 118 дарлинг мэйби дэйми стейком дэй нодги в паспорт да кто на этой земле живет 122 года быть самый старый был но вот я верю может быть наши это вот бабушка доживет и будет самой-самой старой жительницы мира вот поиском людей возраст которых составляет сто десять лет и выше занимается организация gerontology research group по данным ее сотрудников настоящее время самым старым человеком в мире является жительницей японии мисао о кава ей сто пятнадцать лет ну в общем нашу бабушку надо уже в эту компанию заносить самых старых людей по другим данным опять тоже самый старый человек живет в индии с вами шивананда родился согласно паспорту 8 августа 1896 года ему сейчас сто двадцать лет но вернее даже уже сто двадцать два три мы и сказали что не надо они все равно принесли хер хасбанд дай вот муж этой бабушки он умер когда его было 104 это нормально говорит дарлинг а я лсо вонт афту ханда пьявли окей юрейдия визме я бы я тоже хочу достали даже ты согласен со мной дожить он говорит только бог знает и будет я бы она сама в туалет ходит нет памперсы она просто упала один раз и поэтому сейчас вот она лежит а ведь ходила ходила прекрасно ходила что вот они здесь делают здесь здесь есть повод мейкин чипати 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 масала а а это типа миксер такой вот в общем короче размечать какие-то семена ok thank you very much thank you господи как же их много хочет денежек дать для детей тысячу рупий thank you thank you ну у них принято так малышам он и здесь когда приходят они просто стараются ничего то не нужное а ну вот фрукты и тысячу thank you thank you я сейчас нашла кам кам прямо туда наверх шуткат ага бай 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 до свидания я нашла это прошлое видео мое но там почему-то написано что бабушки 100 лет может мне неправильно перевели в прошлый раз что бабушки 100 лет а муж у нее умер 115 но я вам да я вам сделаю ссылочку под этим видео посмотрите она такая прямая была такая красивая давай да 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 нас всегда спрашивают вот куда бы не не пошли в индийской семье подарки 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 а почему вы с пустыми руками даже если вдруг случайно мы идем у нас нет сладости и фруктов но даже когда есть сладости и фрукты саши всегда дарит деньги не всегда показываем но для детей он всегда дарит дарит деньги вот так у них принято и как и в прошлом видео я очень благодарна саши я это говорила что без него я бы не попала наверное не только 50 процентов всех мест которых я была наверное 80 как турист да я посмотрела бы много и до него и опять лет путешествовал до встречи с ним но это более туристические места а вот так вот жизнь вот это вот местного населения какие-то вещи которые я не могла бы сама проникнуть это все благодаря ему телефон дети играют на площадке девочки не играют мальчики только смотрю ну может это игра мальчишковая с мужем с моим только по разрешению мужа здоровая за руку когда они тянут руку поздороваться за руку лучше сделать им на мосты сложить ладошки по груди и поздороваться так это уважительно и нет такого как сказать нарушения каких-то правил все-таки особенно вот тут мусульманской среде не особо принято женщину то лапать но вот некоторым хочется она будет мальчиком ух ты мой поехали поехали да поехали все бай бай красавчики осторожно а а а а а а он любит эту семью он дети играют как могут кого-то за ногу тащат кидают вместо мячика бутылку голожопый ребенок в желтой футболке веселиться вообще да ну вот вы знаете а 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 там кортье или ты фаберже вот такие маленькие семьи которые обрабатывают камни продают их это тоже ювелиры небогатые кто занимается ювелирными изделиями те ювелиры здесь вот так что там на дороге выпало что-то а вот у корови до у них хоть недорогие изумруды но они очень хорошего качества прошлый раз нам показывали даже распродажа ока на двери и вот этого всего прошлый раз нам показывали даже за 500 долларов 1 грамм изумруда то бишь один карат 100 долларов но это тоже это хорошая цена но у нас другой как бы немножко ценовая категория наших изделий такие такие тоже они найдут покупателей но это надо в таких богатых магазинах а вот не такое онлайн как у нас магазин мы покупаем более низкого качества изумруды не не по 500 долларов камушек поэтому они у нас и дешевле наши колечки подвески просто камни у изумрудов тоже много этих левелов уровней качества свинья одинокая бежит одинокая самостоятельная видели черная а он говорит однажды он в ручастане катался на верблюде и спросил погонщика сколько тебе лет он говорит 45 он говорит но ты не выглядишь на 45 это я не знаю может мне 35 я не знаю когда я родился поэтому они он говорит они говорят что им сказал папа дедушка в общем кто кто что помнит не все помнят когда они родились даже молодое поколение вот я двоих встречала я уже рассказывала один водитель такси был не знал 22 или 23 или 24 а другая служанка у индры молодая девушка не знала сколько ей лет может 19 может 20 может больше родили родили и родили в деревне где-то хорошо в город вырвалась работают богатой семье посылает родителям что-то где-то то ли полиция то ли скорая что-то где-то что-то где-то а а а а а а папа thank you for bringing me to this family very good feeling very good i love this man very much i love his children of course you love somebody and they are very sweet boy very sweet yeah-да очень хорошая семья я бы спасибо что привез меня в эту семью еще раз очень приятные у меня чувства дом разрушен совсем видите разрушили наверное землю продали полочки даже на полочках что-то осталось это стена дома была внутренняя стена